Прямо сейчас мы находимся на ступенях одной из самых древних деревянных церквей на территории Беларуси. Храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в Чижевичах близ Толегорска. Здесь можно своими руками прикоснуться к священным книгам 16 века. А еще говорят, что в 1812 году здесь прятались народные ополченцы, что пленили солдат армии Наполеона. А еще здешняя колокольня появилась здесь в честь отмены крепостного права в 1861 году. И только чудом во время Великой Отечественной войны эта церковь уцелела от сожжения немцами. Давайте разбираться в этих чудесных историях, что правда, а что нет. История Покровской церкви в деревне Чижевича начинается с 1795 года. Храм был основан по указу императрицы Екатерины II. С того времени прошло более двух веков. Храм продолжает жить. Не только храм продолжает жить, но и музей при нем, где можно в своих руках подержать древнейшие книги. Во всех музеях мира обычно ценности прячут под стекло. У вас в музее Слудской епархии все наоборот в доступе. Как это возможно? Это ваша такая особенность? Особенность действительно нашего музея в том, что основная часть экспонатов, которую можем мы потрогать, посмотреть, изучить, прикоснуться к старине. Вот это, например, ровесница храма, между прочим, вот это священное. Ну, конечно же, с течением времени мы стараемся и жалеть эти книги. И ценность их, прежде всего, духовная, потому что на этих книгах совершалась молитва нашими предками. И самые ценные экспонаты все же мы уже сегодня спрятали под стекло. Книги, которым уже 300 и больше. 1651 год. Литература в основном вся богослужебная. Собиралась с разных приходов, в том числе нашей епархии. Много передал митрополит Филарет. И кто-то находил на чердаках храмов, домов своих. Где-то книги, которые принадлежат непосредственно нашему Покровскому храму. И особенность этих книг в том, что это творение рук человеческих, ну, деревянные обложки, которые там толщиной в сантиметр, обтянутые кожей, сохранялись вот столетиями, потому что, не дай бог, мог случиться пожар. И для того, чтобы даже там загорелась такая книга, необходимо время. А пожары преследовали голубую жемчужину Солигорщины на протяжении всей ее истории. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, немцы сожгли на прицерковной площади иконостас Покровской церкви. В планах было уничтожить и саму церковь. Но случилось удивительное событие. Однажды при совершении своего задуманного поступка они увидели в лучах заката солнца женщину, женщину, которая как бы распростирала над храмом платок. Немцы испугались. И таким образом храм уцелел. Это предание нам передавали из уст в уста жители деревни Чижевич. И мы верим, что действительно под покровом Божьей Матери мы совершаем молитву и сейчас. Перед нами иконостас, привезенный сюда из разрушенного храма деревни Западная Морщ Солигорского района. Он тоже достаточно интересный, уникальный, древний. Но, к сожалению, наш иконостас не уцелел. Каждый век в существовании церкви Покрова Пресвятой Богородицы отметился своими событиями. Помнят стены храма и войну с Наполеоном. Существует история, связанная с нашим храмом, что в 1812 году здесь прятались ополченцы. Боясь преследования, возможно, они таким образом пытались здесь, в стенах церкви, сохранить свою собственную жизнь. Я бы сказал, что это больше предание. И, к сожалению, это не подтверждено никакими-то документами и фактами. Но, тем не менее, во время реставрационных работ здесь в полу был обнаружен лаз, который является таким, как бы, тайником. И, возможно, может быть, здесь и что-то подобное происходило. Но история об этом уже умалчивает. В 1861 году к храму была пристроена колокольня. При императоре Александре II высота колокольни 16 метров. В музыке семь нот, здесь восемь колоколов. Означает ли это, что у вас здесь палитра пошире немного? Нет, мы не можем быть шире палитры музыки, потому что везде музыка. Просто с помощью семи нот создаются гениальные произведения музыкальные. И так же, как и здесь, независимо от количества колоколов, можно воспроизвести любой ритм, потому что мы не играем музыку, мы звоним в колокола. Как мы учим детей попевками? Допустим, первый ритм у нас идет «идем». Мы же идем в храм на службу. Или первый ритм у нас идет «идем». То есть мы опускаем ручку вниз. Это «и», а вверх поднимаем «дем». И получается мы «идем», «идем». Мы же когда идем на службу, мы издалека слышим звон. И говорим, ой, уже звон, а мы все еще идем, да? Поэтому первый, второй ритм у нас получается «ой, звоны, звоны». «Ой, звоны, звоны», «ой, звоны, звоны». И когда мы услышали звон и понимаем, что мы уже опаздываем на службу, мы побежали на службу, да? Мы побежали. Побежали, побежали. Раз, два, три. Музыкальное образование есть, но чувство «идем». Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это очень сложно. Это реально очень сложно. Что вы, раз и все. И пока звонят колокола, люди будут идти на их звон. Всех православных мы поздравляем с приближающимся светлым праздником Пасхи.